Остановимся чуть подробнее на работе MATLAB с веб-сервисами В прошлом видео я рассказывал, что MATLAB имеет встроенные функции по работе с HTTP-запросами Для примера рассмотрим получение погонных данных с сервиса OpenWeatherMap Почти все более-менее приличные веб-сервисы требуют авторизацию OpenWeatherMap не исключение Чтобы им пользоваться, нужно регистрироваться на сайте и получить свой ключ доступа Этот ключ необходимо добавлять к каждому запросу в качестве параметра Стандартный веб-запрос реализуется в MATLAB командой WebRead Первый аргумент — это адрес запроса, остальные — параметры запроса Описание всех параметров, которые сервис готов от нас принять, вы можете посмотреть на его сайте Параметр Q — это указательное местоположение Посмотрим текущую погоду в Москве Units, единицы, измерения Создаем метрическую систему И параметром AppId обязательно передаем ключ доступа Выполняем команду и получаем текущую погоду в Москве Сейчас за окном 20 градусов Осень начинается Теперь сделаем то же самое с помощью библиотеки REC Она входит в пакет MATLAB WebAPI, который мы рассмотрим чуть позже Библиотека позволяет несколько по-другому создавать и выполнять веб-запросы В целом ее проще использовать при создании сложных запросов, нежели встроенной функции WebRead и WebWrite Прежде чем ее использовать, нужно с сайта Matworks скачать тулбокс MATLAB WebAPI и установить Итак, создаем новый запрос по указанному адресу Затем по очереди добавляем к нему параметры и выполняем запрос команды GET Получаем тот же результат, что и ранее На самом деле, библиотека REC является ядром проекта MATLAB WebAPI, который нацелен на то, чтобы работать с веб-сервисами максимально эффективно Вообще, чтобы получить текущую погоду, нам даже не нужно составлять запросы MATLAB WebAPI уже имеет высокоуровневые функции для получения погоды с OpenWeatherMap Используя API, мы создаем объект, который имеет метод current Он сам формирует запрос к сервису на основе входных аргументов и возвращает нам текущую погоду Дополнительно, можно сразу отобразить погоду на картинке Функция forecast возвращает прогноз погоды на 5 дней А еще она может сразу построить графики температуры и влажности На нем видны суточные колебания На момент записи этого видео MATLAB WebAPI позволяет в тестовом режиме работать с 10 разными веб-сервисами Кроме погоды, это сервис картографии Bing Maps, фотохостинг Flickr, портал открытых данных России, сервер с вакансий HeadHunter, популярная социальная сеть VK и другие Давайте рассмотрим еще несколько для примера Например, подключимся к Bing Maps Сервис будет вам полезен, если вы работаете с картами, маршрутами или снимками из космоса Подключаемся, используя код доступа, полученный на сайте И с помощью функции FindLocationByQuery можем найти координаты места по его названию Например, найдем на карте Moscow Максимум хотим получить 5 результатов и отобразим их на карте Итого, нашли 3 Москвы в России Самая большая точка — это наша столица И 2 Москвы в Америке Команда ImagerEstheticMap позволяет получить изображение карты Например, карту Москвы с дорогами Или можем получить снимок из космоса под заданным координатом Я специально нашел для вас лошадку на поле Если вы работаете с изображениями или обучаете нейросети, обратите внимание на сайт Flickr, куда люди выкладывают большое количество фотографий На сайте нужно зарегистрироваться, используя иностранную почту и получить ключи доступа Давайте подключимся к сервису и найдем, например, фото с котами Затем мы видим одного из котиков на экран Очень красивый И в заключении подключимся к соцсети ВК Это будет вам полезно, если вы, например, проводите социологические исследования В сети нужно зарегистрироваться и создать точку доступа на портале для разработчиков Подключаемся к сервису, после чего авторизуемся И давайте вытащим, например, список подписчиков нашей группы Matlab Simulink ВК Вас уже почти 2500 А еще приглашайте друзей Или можем вытащить список моих друзей, чтобы, например, проанализировать мое окружение Этим, кстати, мы займемся в следующем видео В интернете появляется все больше полезных сайтов, сервисов и данных И нам все чаще требуется работать с ними Поэтому мы создали проект Matlab Web API, чтобы вы могли работать с интернетом так же легко, как со всем остальным в Matlab Чтобы вы не ломали голову, где взять данные и как это сделать Чтобы вы могли просто их получить и начать с ними работать Проект новый, активно развивается И его будущее зависит непосредственно от вас Мы приглашаем вас принять участие в его разработке Ссылка на проект в описании Если вам понадобится, например, работать с каким-то веб-сервисом, поддержка которого еще не реализована То вы сможете сами ее добавить В вашем распоряжении шаблоны, примеры, инструкции, как это сделать Работа с крупными сервисами типа ВК реализована процентов на 5-10 От имеющихся возможностей Если вам каких-то функций не хватает, вы также можете добавить их самостоятельно Тем самым улучшив проект Ссылка на инструкцию по командной разработке в описании А если программировать вы не хотите или не любите То напишите хотя бы в комментарии к этому видео или на страничке с проектом Какого функционала и каких сервисов вам не хватает Мы будем знать, куда двигаться Присоединяйтесь! Это хороший шанс для вас научиться программировать в Matlab Реализуя вместе с нами интересный, полезный и бесплатный продукт В следующем видео анализ статистических данных Присоединяйтесь! 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 Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...